Всем привет! Сегодня у нас видео, которое я очень давно хотела сделать, хоть раз в своей жизни, и подвернулся такой случай, максимально идеальный подходящий для этого. Хочу вам сегодня показать, как я возвращаюсь в свою рутину, рутину фитнеса, правильного питания, правильного режима после какого-то перерыва. И у меня как раз-таки вот конец 20-го года принес с собой этот перерыв. В декабре 20-го года я абсолютно не хотела тренироваться, и за весь декабрь у меня было очень мало тренировок. То есть, если раньше я всю осень тренировалась минимум три раза в неделю, или обычно это было через день, то в декабре это была одна тренировка в полторы недели. Помимо этого, в декабре я восстанавливалась после довольно интенсивного своего осеннего семестра, и просто дала себе волю во всем. Я ела все, что хотела, не двигалась, просто могла целый день провести лежа в доме, сидя на одном месте, и мне от этого было нормально, кайфово, просто потому что я отдыхала. И это был неплохой период, я действительно восстановилась, но вернувшись после своей поездки в конце декабря, я уезжала в Алмату, вернувшись с этой поездки, я посмотрела на себя, на свое тело, и прочувствовала изнутри, что мне нужно снова вернуться в рутину, я хочу, я горю желанием снова вернуться в свои, вот эти вот встать на свои рельсы, так скажем. Прошло 10 дней с того момента, как я решила снова вернуться в свою рутину, сегодня 10 день, и я засняла весь процесс и показала вам основные моменты, которые я обычно привношу в свою жизнь для того, чтобы снова вернуться в это состояние здорового тела, состояние здорового режима. Я думаю, что это для многих из нас сейчас актуально, вот это вот возвращение в рутину, потому что многие из нас написали свои цели на этот год, у многих такое ощущение свежего старта, поэтому я надеюсь этим видео дать вам вот эту вот мотивацию, такой свежий глоток, чтобы к своему старту приступить. Так что давайте начнем уже это видео поскорее смотреть. Так, окей, всем привет, я начинаю это видео 27 декабря 2020 года, я вчера вернулась со своей поездки в Алмату, в общем вернулась я оттуда, и вернулась я оттуда не в самой лучшей форме, вернее я не хочу говорить, что я себя ненавижу сейчас в данной форме, я просто хочу сказать, что я могу лучше, и я могу менее изнеженно, так сказать, мое тело изнеженно, без физической нагрузки, но давно не испытывала вот этой вот регулярной физической активности. За весь декабрь у меня пока что было всего лишь три тренировки, а сегодня, да, на минуточку 27-ю. Предвкушаю сегодняшнюю тренировку, я сегодня хочу сделать такую интенсивную, наверное, как кардио, high intensity interval cardio, high intensity interval training, то есть вот этот вот HIIT, HIIT workout, это мой такой сетап на сегодня, моя обстановочка, коврик, ёлка, телик, там у меня будет тренировка, и я. У меня очень красное лицо, и у меня очень сильно стучит в груди, мне сложно дышать. В общем, я сделала 20 минут той тренировки, которую я планировала сделать, вот эта вот, которая HIIT workout, интервальное кардио, но я понимаю, что это просто, я не потяну дальше, я не могу, это было слишком самонадеянно выбирать эту тренировку, поэтому я сейчас перешла на другую, вернее, сейчас планирую начать, у меня сейчас такой отдых, просто осознание того, что произошло. Открыла любимый свой канал по Пилатесу, где я обычно делаю Пилатес тренировки, и да, буду сейчас делать ее тренировку, я думаю, что Пилатес меня, как сказать, прочувствовать мое тело даст мне лучше, чем просто вот эти непонятные движения, меня просто очень бесило то, что я делала. Когда я только возвращаюсь в рутину после долгого перерыва, я не стараюсь убить себя с первых тренировок или сразу же урезать весь рацион до одной лишь гречки, потому что это не ведет меня к долгосрочным результатам, то есть я постепенно ввожу движения в жизнь, выполняю простые базовые движения в тренировках, чтобы просто дать своему телу привыкнуть и хотя бы размяться после перерыва, и в этот раз я очень рада, что дошла до такого менталитета, что когда мне сложно, я могу сбавить нагрузку и сделать Пилатес вместо кардио, потому что только слушая свое тело, без краткосрочных диет и марафонов, я могу поддерживать такой здоровый образ жизни достаточно долгое время. Привет! Сегодня у нас вторник, я после вот той воскресной тренировки отдохнула день вчера, и вчера у меня болели мышцы целый день, я так вынимаю с непривычки, потому что на самом деле тренировка не была такой сильно задействованной, то есть не было такого прям глубокого воздействия на мышцы, но все равно тело болело, и я думаю, это классно, я думаю, что это такой сигнал моему телу, что мы возвращаемся, и тело так отреагировало. Сегодня я решила начать, мне кажется, сейчас уже каждый второй знает, Настю Миронову, она запускала несколько марафонов, и у меня вскачаны все эти марафоны, я их покупала в те моменты, когда она их запускала, и, что вы думаете, ни разу не доходила до конца. У меня, получается, в моей коллекции i-box, или как это называется, просто box, окей, да, не i-box, есть на пресс первый ее марафон, который был еще на карантине летом, потом есть на ягодицы, и вот в конце осени она выпускала круговой марафон, и я начала его делать, я думаю, что здесь тренировки не настолько сложны, хотя только что вот там, вон там, было очень сложно, мне было настолько прям, я потею, я до сих пор сижу, и у меня прям... Поэтому, да, я очень вообще в предвкушении вот этого вот конкретно марафона, я хочу прям все, сколько здесь, 21 день, я хочу все пройти до конца. Я устала, я в конце еще сделала комплекс такой небольшой на пресс, сделала буквально три минуты планки, то есть минуту я просто простояла в планке, минуту я постояла на боковой планке с двух сторон, и еще минуту я сделала вот когда стоишь в планке, и при этом корпус вот так крутишь его в разные стороны, да, вы понимаете, о чем я, да, надеюсь. Вот, вот эти вот три упражнения сделала, и на этом все, я добила себя полностью, пойду в душ. Сегодня у нас тренировка после Нового года, 31 и 1 прошли, сегодня 2 января, это были дни очень вкусные, я съела много всякого, я даже не буду сейчас перечислять, потому что это было просто вкусно, мой желудочно-кишечный тракт не чувствует себя сейчас лучшим образом, учитывая еще, что последние вот пару дней я засыпала довольно поздно, вчера тоже, но сегодня вытащила себя. В целом, покажу вам то, как это выглядит, не знаю, видно или нет, но вот она вся еда. Это немного, должна вам сказать, то есть, типа, это нормально выглядит, в принципе, со стороны, ничего такого критичного, страшного, но ощущается это не очень вообще. В общем, тренировка 2 января, первая тренировка в 2021-м, это для Муллиды в будущем. Вот зачем ты тренируешься. Я еле выдержала, но я выдержала, я молодец. И, блин, смотрите на вот это, это что такое вообще? Это что? Это что, пресс? Какой пресс? Ты на ночь ела попкорн и объедалась шоколадом позавчера. Какой пресс, Муллида? О чем ты? А если серьезно, то, правда, я чувствую себя намного-намного лучше. Тренируйтесь, чтобы чувствовать себя хорошо, а не для какого-то идеала. Сейчас хочу показать вам то блюдо, тот завтрак, который я себе делаю, когда хочу как раз-таки вот вернуться в эту мутину свою, когда хочу, чтобы мое тело снова чувствовало себя здоровым. Для этого нам, конечно же, нужно будет авокадо, сейчас мы с вами выберем. Я себе вот купила на днях, как прилетела с Алматы, купила себе 2 штучки. У меня включилась Siri. Зачем? Вот это вот, по-моему, поспело. Я обычно, когда покупаю, я их вот так вот выкладываю вот именно здесь перед микроволновкой, потому что я ее вообще не пользуюсь, и они у меня тут спеют, зреют. Вот это вот авокадо сейчас вот пойдет вместе с нами. О да, бэйби. О да. Вот что я называю завтраком. Здесь у нас идеально расплавленный сыр, помидор, хлеб, авокадо и белок в виде яйца. Так что вот, это тот завтрак, который я делаю, когда хочу себя почувствовать снова здоровой, снова в своей рутине. Это для меня прям обозначение, манифест моей рутины. И я очень это люблю. И я дико голодная, так что я уже начну есть. Окей, мы пришли из продуктового магазина. Я сходила в супермаркет, купила себе те продукты, которые я покупаю обычно на неделю, чтобы они мне просто лежали в холодильнике, как моя такая база, которой я и питаюсь. Мне кажется, я разучилась говорить. В общем, хотела поделиться с вами своей... Хотела поделиться с вами своей продуктовой корзиной, чтобы у вас сложилось такое представление о том, что я покупаю тогда, когда хочу снова, скажем так, встать на рельсы своего вот этого вот здорового питания и фитнеса в целом, в своей рутине, то, что я употребляю на постоянной основе. Поэтому, да, сейчас у нас будет продуктовая корзина ревью. Во-первых, это, конечно же, хлеб. Кто бы сомневался, да, для меня это база моего рациона, база моих завтраков, если быть точнее. Я обычно хлеб вот только на завтраке ем. Это хлеб в этот раз какой-то немецкий ржаной. Две банки. Я вообще люблю банки, люблю котервы. В основном люблю покупать кукурузу. Это молодая кукуруза. И это тунец у меня в руках. Тунец для салатов в собственном соку беру. Либо в филе, либо вот для салатов. Вот такой там, такой разжиженный. Вот там у меня стоит еще банка с маслинами. Маслины я тоже люблю. Особенно люблю добавлять их в свои болды. И, кстати, хотела еще предупредить, что если у вас ненароком вдруг случайно аллергия на пластик, то, пожалуйста, прошу вас перемотать именно этот фрагмент на какой-нибудь другой. Давайте просто примем тот факт, что я несовершенна. Я на пути к тому, чтобы брать с собой мешочки в супермаркет с собой. Но, видимо, не сегодня. Дальше у меня тут овощи. Овощи — это вообще база абсолютная, незаменимая, без каких-либо сомнений. Сегодня это у нас перчик. Люблю покупать один, либо две максимум штуки, потому что они довольно быстро портятся. А я довольно редко их использую в блюдах. Люблю их тушить с другими овощами, либо с курочкой, когда я ем курицу. Люблю салату добавлять. Именно красный почему-то, кстати, я желтый не особо воспринимаю. Я не знаю, зачем я так много рассказываю про перес. Огурцы и помидорки. Я купила в этот раз коктейльные томаты. Бриоза называются. Вот такие вот они маленькие. То есть как бы не черри, но в то же время и не большие такие полноценные помидоры. Потому что вот эти вот полноценные помидоры, они довольно водянистые зимой. И я заметила, что когда покупаешь либо черри, либо вот такие вот маленькие, они намного насыщеннее. Хоть и дороже, но все равно вкус получается гораздо лучше. Вкуснее просто их есть. Я не очень люблю хранить фрукты дома, потому что я их не ем. Я если ем фрукты, то это вот чисто по крейвингу. То есть мне что-то захотелось, я пошла купила и тут же съела, и оно все, у меня закончилось. Поэтому беру немножечко совсем, взяла три хурмы. И то, мне кажется, я их все не съем. Но хурма это что-то просто такое сезонное. Именно осенью и зимой хочется вот сезонных фруктов. У меня абсолютно пропадает аппетит на яблоки, на вот всякое такое, что не очень сезонно вот именно зимой у нас. А вот хурма, гранаты, грейпфруты, цитрусы я просто обожаю именно зимой. Поэтому хурма мы с тобой сегодня будем проводить вечер. И, наконец, база всех баз это морковь. Я покупаю самую обычную грязную, нечищенную. И, по-моему, она сыпется. Почему морковь? Потому что я ее добавляю в салаты. Я ее могу просто так грызть, как перекус. Короче, морковка это вообще супер офигенная штука. Я поняла, что у меня просто очень мало словарного запаса, чтобы описывать продукты. Еще дополнительный продукт достала вам из холодильника, чтобы показать вообще в целом чуть, наверное, такую более полную картину своей корзины. Это, конечно, авокадо. Яйца, потому что без яиц я не представляю свою жизнь. Я их ем в качестве омлета на завтрак. Я их иногда на ужин себе делаю и добавляю их там в панкейки, в блины. Так что яйца это must have абсолютно. И тахини. Вот не знаю насчет тахини, кстати. Не могу сказать, что это прям такой стейпл всех стейплов в моем холодильнике. Но в этот раз я решила взять, прям в начале нового года взяла себе тахини, потому что очень классно добавлять это в фалафели, очень классно поливать сверху салаты этим, опять же, для дополнительной дозы жира, потому что это куржутная паста. Для тех, кто не знает, тахини это куржутная паста. Иногда, когда ты ешь салаты, вот, как сказать, в сухую, когда вот просто маслом поливаешь, это становится немного скучно и хочется какой-то чуть более интересной текстуры. И вот в таких случаях вот эта паста очень спасает вместо майонеза, потому что майонез я на дух не переношу. Все, это была моя продуктовая корзина, это все, что я беру, очень редко еще появляется в ней мясо. Так, теперь это все надо загрузить в холодильник. Это тот набор продуктов, которые я покупаю, когда я хочу войти в рутину свою питания, просто чтобы они у меня были всегда под рукой, чтобы я на их основе уже могла себе готовить свои любимые полезные питательные блюда и не обращалась вместо этого в приложение доставки еды, либо в какие-то кафешки. Сейчас я хочу сделать заготовку еды, а конкретно заготовку бобовых у меня тут лежит фасоль, совсем немножко и нут тоже не так уж и много. Я хочу их замочить, сварить и заморозить после этого, чтобы потом их было легко использовать в готовке, потому что это, по сути, для меня, для того человека, который не ест красное мясо и не очень-то любит курицу в последнее время, это для меня такой незаменимый источник белка, такой растительный источник белка, поэтому мне это нужно, мне нужны бобовые, но я всегда ленюсь их готовить, я ленюсь их замачивать, потому что это все так долго, и я после этого просто решаю вообще их не есть, и они у меня лежат. А так как мы сейчас с вами возвращаемся обратно в мою игру здорового питания, то мне эти штуки необходимы просто, поэтому сейчас я буду их замачивать, сначала нужно их промыть, потому что если ты не промываешь свои крупы, бобовые, фрукты, овощи, орехи, что ты вообще делаешь? Фасоль и нут и теперь ожидаем прошло два дня обратите мой внешний вид, я только что тренировалась, закончила тренировку и решила, что пока буду в душе, поставлю этих ребят вариться, потому что они у меня стоят замоченные уже пару дней это нормально, это окей, жизнь случается, и у меня уже, по-моему, даже нут начинает пускать ростки и, кстати, как я поступаю в таких случаях, когда не могу сразу сварить то, что я замачиваю, я просто ставлю это в холодильник, воду также не выливаю, она просто впитывается все это время, и вот здесь вот практически не осталось воды, совсем немножко окей, я его просто ставлю вариться тихо-тихо прошло 20 минут, или даже 25, нут сварился как это узнать, потыкать вилкой если нут размягчается, то, значит, он сварился я вам говорила, что у меня его было мало изначально, поэтому я думаю, что где-то две трети из этого я заморожу, а одну треть я сейчас использую себе на обед, сделаю себе фалафели фалафели, это котлетки из нута, для этого нужно нут размолоть, обычно я размалываю его с какой-то зеленью, сегодня это у нас шпинат и красный лук, я его храню в фольге, он просто у меня разрезан уже футбол 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 фин Bueno Б В общем, в результате, если вы все нормально перемолите, не как я, то у вас должна получиться вот такая вот смесь. Вот, зеленая, потому что шпинат, равномерная, потому что тут тахини, который все привел в такое равномерное состояние. И теперь, чтобы сделать из этого котлетки, их нужно просто слепить. И обычно я жарю их без масла, на сковороде непригарной, беспригарной, беспригарной, да. И я еще добавила сюда специи, кстати, забыла упомянуть, очень много специй. Это были те моменты, которые я с вами хотела поделиться из части физической активности и питания. Потому что это, как известно, два самых главных таких фактора для того, чтобы быть и пребывать в здоровом теле, в здоровом духе. Но я бы также хотела поговорить, затронуть такую вот часть, как менталитет, мышление в процессе возвращения в рутину. Я сейчас буду говорить из своего опыта только, но мне кажется почему-то, что многие из вас сейчас могут себя в моих словах узнать. А если раньше у меня случались такие периоды, когда я ложилась на дно, так скажем, просто игнорировала свои вот эти вот физические какие-то активности, питалась как попала, ела все, что хотела, и после этого, когда я смотрела на себя в зеркало и понимала, что мое тело не выглядит так, как оно выглядело до этого, я смотрела на себя и я просто пребывала в состоянии ненависти, что вот разошлась совсем, разжирела тут, вообще избаловала саму себя. Давай все, с завтрашнего дня урезаем все, и вообще что ты тут сидишь, давай лучше иди прогуляйся, лучше будет для тебя. Я просто проговаривала про себя такую установку, что съесть вот этот тортик на праздник было лишним, что вообще зачем я так много съела, это было такое упущение, я потеряла свою форму. И пока я об этом думала, ненавидя прошлую себя и ненавидя свою нынешнюю себя, я где-то в глубине программировала себя на идеальный режим, то есть дальше все будет идеально, дальше я буду питаться только вот чисто на сто процентов, только салатиками буду ужинать и тому подобное. В общем, в целом, возвращение в свою рутину после какого-то долгого зажора, и мне не нравится слово зажор, но я его использую, потому что это единственное, я не вижу, не могу найти сейчас альтернативу, ну в общем, да, после долгого зажора, мое вот это возвращение в рутину оказалось каким-то глобальнейшим проектом, что я должна, вот теперь-то мое тело должно измениться диаметрально. Но опять же, этого никогда не происходило, и я в итоге считала всю идею провальной, что в этот раз не получилось, ну ладно, начинаем свежую жизнь завтра, и вот там-то у меня снова все получится. И окей, это никогда не происходило, как можно понять. Сейчас вот за эти 10 дней, как я начала снова входить в рутину, я, глядя на себя, понимаю, что мое мышление наконец-таки эволюционировало в ту сторону, что я, понимая, что мне нужно вернуться снова в рутину, не делаю это через ненависть к себе. У меня нет цели как-то себя унизить тем, что я тренируюсь жестко, что питаюсь правильно, потому что у меня нет цели сделать из себя высушенного человека с проявляющимися венками на прессе, мне стало комфортно в своем собственном теле. Звучит очень идеалистично, но это правда так. Поэтому даже если у меня случаются такие перерывы, где я просто... у меня был какой-то странный режим, я ложилась в 2 часа ночи, ела картошку фри ночью, переедала сладкого, просто вот какой-то такой режим, где мне все было дозволено, когда у меня даже такие перерывы случаются, для того чтобы снова чувствовать себя лучше и вот прийти в свою вот эту вот форму привычную, мне достаточно просто привнести в жизнь то, от чего мне хорошо, то есть это физическая активность, просто больше движения, это полноценные непереработанные продукты, и убрать то, от чего мне плохо, то есть в моем случае это плохой сон, это перекусы ночные, это слишком большие дозы сладкого и так далее. От вот этих всех вещей мне некомфортно, и когда я это все нивелирую, я снова возвращаюсь в свое такое комфортное обычное пребывание, а мое тело, ну вот бонусом просто приходит в тонус, хотя бы потому что я там меньше переедаю, допустим. Просто все потому, что я приняла свое исходное тело, и я не делаю из этого какой-то проект, это просто мое тело, которое со мной всегда, которое мне помогает жить и которому я просто хочу делать хорошо. И если бывают периоды, когда я своему телу делаю плохо, мало сплю, слишком много ем, не двигаюсь, то все, что мне нужно, чтобы сделать себе комфортно, это просто перестать это делать и делать то, от чего мне хорошо. Я надеюсь, я вообще понятно доношу свою мысль, ну то есть в целом я просто начала фокусироваться на своих телесных ощущениях и на своем самочувствии, нежели на том идеале, которого я когда-то должна была в перспективе достичь. Подведем итоги. Спустя 10 дней, как я вернулась в свою привычную рутину, комфортную для меня, учитывая, что в промежутке этого периода еще был Новый год и пара таких постпраздничных дней, где я тоже ела все, что хотела и особо не двигалась, в любом случае, я чувствую себя сейчас намного лучше физически, я намного бодрее себя чувствую, чем вот 27 декабря, когда я весь этот процесс начала. Я заметила, что я однозначно потеряла выносливость в тренировках, то есть мое тело сейчас намного слабее, чем оно было, скажем, в сентябре, в октябре, и помимо этого у меня еще появилась какая-то легкая зависимость от сахара. Не сказать, что я прям засыпаю с мыслями о сладком, но у меня появился, выработался вот этот крейвинг к перекусам ночной, то есть мне стабильно в 11 ночи хочется чем-то перекусить, чем-то закусить, хотя раньше я была абсолютно нормально с тем, чтобы в 7 вечера поужинать и потом проснуться и где-то там до 11 утра потом еще не есть, и вот в 11 утра у меня был бы завтрак. Недавно услышала такую хорошую фразу «доверься процессу», то есть несмотря на то, что я понимаю, что я потеряла выносливость, несмотря на то, что у меня какая-то тяга к сахару. Я просто продолжаю делать тренировки, которые мне сейчас под силу, и я продолжаю питаться, максимально включая в рацион те полезные продукты, которые я так люблю, продолжаю есть домашнюю еду, приготовленную самой собой, и просто верю в этот процесс, верю, что спустя какое-то время я снова верну к себе выносливость, и я снова буду чувствовать себя прекрасно без сладкого в жизни. Так что как можно чаще доверяйтесь процессу, и мне было очень приятно сегодня делиться с вами своей вот этой рутиной, своим процессом. Надеюсь, что кого-то из вас это видео подтолкнуло на какие-то размышления, на какие-то выводы. Пишите в комментариях, какие изменения вы хотите внести или уже вносите в свою рутину, мне очень интересно почитать, какие у вас сейчас на этот счет мысли. И на этом я с вами прощаюсь, увидимся с вами в следующем видео совсем скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok